Ребята, всем привет! Сегодня у нас на обзоре вот такой вот необычный микродвигатель. Когда я его в первый раз увидел, я даже не сразу понял, что здесь к чему и как оно работает, как оно вообще должно вращаться и что за принцип. Потому что двигатель крайне необычный. Здесь отсутствуют клапана, но движок аж целых четырехтактный. И как-то это все должно реализовываться. Тракты впуска-выпуска, освобождение от отработавших газов и так далее. Сейчас мы будем разбирать и разбираться. Ну а пока посмотрим картинку, а точнее взрыв схему. Вот так он взрывается. Вот цилиндр, вот вращающаяся гильза, здесь есть шестеренка. Шестеренка передает вращение на коленчатый вал, а коленчатый вал через шатун делает возвратно-поступательные движения поршнем. То есть гильза вращается и в то же время поршень совершает возвратно-поступательные движения. Это дичь какая-то, ребята. Давайте посмотрим, как это выглядит вживую. Я его еще не разбирал. Не знаю, мы сейчас его разберем. Потом соберем и будем стартовать, обкатывать, смотреть, как он работает и измерять тягу. Начал с самого сложного, пытался снять вот эту деталь. Ни в какую она не хочет выходить. Давайте попробуем снять хотя бы что-то. Я уже и грел ее тут и немножечко стучал даже. Ну ни в какую. Снимаем маленький карбюратор. Поршня пока не вижу. По идее, где-то должен быть там. И сейчас снимем цилиндр. У многих возникнет вопрос, а зачем вообще такое надо? Зачем такой двигатель? Как я понял, основная цель сделать его очень маленьким, очень компактным. То есть он по кубатуре такой же, как и этот. Но видите, разница налицо. Этот все-таки будет занимать гораздо больше места. Здесь корпус вытянутый и как-то можно более компактно его встраивать. Например, если делать копийные авиамодели, чтобы двигателя вообще там вот этого видно не было. Сделать какой-то муляж настоящего, например, там ну и так далее. Так, ну вот здесь шевелится. Сейчас я помечу, хотя тут помечена, по-моему, есть полоска. Я обычно делаю пару черточек, чтобы знать потом, что с чем совмещать. Вот так, раз, аккуратненько. Вот так, два, все. В следующий раз, все. Когда я буду собирать, я пойму, как вот это дело сращивать. Ух ты! Ребят, смотрим. Но оно, правда, хотя нет, пошло разбираться. Вот как это дело выглядит. Это поршень. Кстати, перед первым запуском нужно обязательно разбирать двигатели, которые давно лежали без дела. Для того, чтобы прочистить все каналы. Иногда вот там маленькие каналы, они бывают забитые. А как же его обратно-то вставлять? Вы видите, здесь же шестерня и нужно попасть ровно в то же самое место. Я вот здесь пока рукой держу. Думаю, смогу опять же меточки поставить. Не, ну это дичь, конечно. Так вроде бы просто все, но работает оно крайне непросто. Поставил меточки, чтобы потом хотя бы примерно ориентироваться, как соединять шестерни. Вот, ребята, видите и вся конструкция. Вращающийся цилиндр. Я думаю, такого вы никогда не видели и даже не слышали. Цилиндр внутри крайне интересный. Есть вот такая камера сгорания. В ней скос и выход на улицу. Выпускное окно. Так, а где впускное? Впуск же тоже должен быть. Так, кажется разобрался, как это все работает. Видите, внутри есть углубление. Оно сделано как камера сгорания, только там присутствует такой вот выход. И этот выход, он либо соединяется с впускным окном, с карбюратором. Так вот здесь карбюратор прикручивается. Либо на выпускное окно перемещается. Ну вот, то есть либо так, либо вот так. Оп и так. Таким вот образом реализуется четырехтактность здесь. Офигеть, конечно. Просто шок. Между корпусом и вращающейся гильзой цилиндром должно поступать масло. Там есть небольшой канал. Вон оно видно в окно. Ну и там маленькое отверстие присутствует. Собственно так вот он и смазывается. Люфта нет никакого. Не знаю хорошо это или плохо. Там еще должен быть огромный шариковый подшипник. Судя по схеме, вот он. Я не знаю, наверное не буду я выпрессовывать вот это дело, чтобы не навредить. Шестерня такая огромная. Она передает крутящий момент на коленчатый вал. Вон он на двух подшипниках сидит. Один закрытый, чтобы не пропускал ничего. Один вон открытый. Ну и собственно вот сам поршень. Такой двигатель простой по конструкции, что тут даже особо нечего показывать. Нужно сейчас его хорошо промыть, смазать свежим маслом, собрать и пробовать запускать. Ставить на стенд, потому что он уже фактически готов. Топливо у меня есть необходимое. Но здесь вижу много какой-то грязи непонятной. Видимо, он уже был в работе. У грязи приличное количество, не зря разобрал. Все-таки нужно делать ревизию таким агрегатом. Приятно, что присутствует колечко, значит у двигателя довольно-таки приличный ресурс должен быть. Еще один интересный момент, так как здесь есть шестерня, то у нас сразу движок с редуктором получается. Коленчатый вал вращается в два раза быстрее, чем гильза, с которой снимается вся мощность. Поэтому можно ставить довольно-таки большие винты. Собрать собрал, но вот насчет правильности расположения шестерен не уверен. Сейчас мы аккуратно вот сюда поставим и попробуем, ребята. Нормально. Так, надо перчатки одевать. Что это дело такое? О, что себе компрессия. Вспышки дает. Поставлю все-таки небольшой бачок. Вспышки вроде бы дает. Ключ на старт, попытка номер два, уже более серьезная. Надо прокачать топливо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вроде работает, звук безумный какой-то, какой-то тихий очень. Может все-таки я напутал что-то? Такое очень может быть. На один зуб мог сместить не туда. Ну и еще одна попытка. Так, может мало дросселя? Добавить чуть-чуть, только запускается. Надо же. Звук очень тихий, я переживаю, что все-таки неправильно я собрал его. Ну как вам двигатель без клапанов? Работает, вот что самое интересное. Поставлю винтик поменьше. Вообще вот это его размер из минимальных, то есть 13 дюймов. У него либо 13, либо 16 дюймов, при этом где-то 5000 оборотов. Различается шагом. Здесь шаг большой, поэтому 13 будет нормально. С таким маленьким пропеллером, конечно, гораздо быстрее он будет крутиться. Надо бы замерить обороты. Наклеил полосочку, теперь смогу воспользоваться своим лазерным тахометром. Лазер нужно направлять на полоску. И тогда он не будет две лопасти считать, а будет считать только вот эту. Каких только двигателей мы здесь с вами не запускали, ребята. И реактивный здесь был, и всякие разные мелкие. Одеваю специальный респиратор. Надеюсь, мне это поможет, потому что метанол яд. А здесь используется смесь метанола и нитрометана. Нитрометан тоже яд. Надо как-то предохраняться. Фишка здесь в том, что за один вот такой проворот поршень совершает два возвратно-поступательных действия. И основное сжатие у нас все время в одном месте. Когда мы другие четырехтактные движки заводим, запускаем, нам нужно два раза прокручивать. Но здесь стоит редуктор получается и он увеличивает на два все это дело. Система ниппель. Так, ну что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Надымил,надо проветривать. Дыма много конечно, но вроде бы работает. Где-то 4000 вот сейчас было на среднем режиме. На максимуме пока не измерял. Надо всё-таки его немножко обкатать. Испытание на тягу дало необычные результаты. Дело в том, что он имеет одинаковую тягу, что с маленьким, что например вот с таким огромным винтом. Разница просто колоссальная. Но видимо за счет того, что у него есть редуктор, он справляется даже с такими винтами. 3 килограмма тяги показывает, что с большим, что с маленьким. Продемонстрирую, как работает с маленьким и как с большим. Тяга одинаковая, но обороты разные. Естественно с гигантским винтом обороты гораздо меньше. Ну и для сравнения. Это минимум, наваливаем. С большим винтом разгоняться не особо желает. Но тягу выдает примерно такую же, как и с маленьким. Около 3 килограмм. Плюс-минус настройки. Я уже не буду показывать вот с этим. Ну тут и так понятно. Это его размер и он все свое выдает. А вот это никак не его размер. Это размер гораздо более крупного двигателя, который мы тоже скоро будем тестировать. И это будет уже не шуточный, а бензиновый 30 кубовый двигатель. Мощность должна быть безумная. Кому интересны, ребята, такие видео, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всем пока. До новых встреч. Чувствую, что бензин разорвет стенд напополам. До новых встреч. Продолжение следует...